Издательство Эксмо. Олег Воскобойников. Средневековье крупным планом. Инсипит. К слушателю. Французскому писателю Гюставу Флаберу приписывают крылатые выражения, кое-что объясняющее в названии этой книги. Бог в деталях. В начале 20-го столетия его подхватил Аби Варбург, один из основоположников современной науки о культуре, за ним многие историки наших дней. Некоторые даже стали называть себя микроисториками. В каждом малозначимом на первый взгляд казусе, в чудом сохранившейся фразе, во фрагменте древнего памятника они сумели расслышать гул тысячелетней истории. В конкретном человеке характер целого поколения. В отдельном поступке кодекс поведения. Историки поколения моих учителей по хлесткому выражению Марка Блока, «Людоеды, идущие на запах человечины». Одного из этих классиков Жака Легофа ученики так и прозвали историком-людоедом, подчеркивая, конечно, его человеческую доброту, верность урокам Блока и широту кругозора. Нетрудно догадаться, что подбирая названия для еще не написанной книги, я думал о тех, у кого успел чему-то научиться. В юности кто-то из моих наставников велел мне посмотреть фильм Микеланджело Антониони «Блоуап» 1966 год в русском прокате «Фотоувеличение». На самом деле название, как и положено классике, многозначнее. Детали преступления раскрываются здесь благодаря зоркости фотографа, смене оптики, добротной работе с химикатами, качественной фотобумаге. Как выяснилось потом, фильм стал источником вдохновения для многих исследователей, как для тех же микроисториков, так и для анналов, варбургианцев, иконологов, семиологов. Властители парижских университетских аудиторий 1968 года ходили в кино через день. В результате историк стал не только людоедом, но еще и сыщиком, зорким Шерлоком, желательно таким же независимым, ведомым исключительно собственным чутьем и собственным же азартом. Я хотел было пересмотреть фильм, но отвлекся и решился попросту позаимствовать название, постарался воплотить юношеские впечатления, которые наложились на обретенную с годами профессию. Моя профессия медиевист, мой предмет средневековья. Но с раннего детства я привык смотреть на мир через видоискатель фотоаппарата, к которому меня приучил отец. Как и многих тогда меня завораживал момент, когда в проявителе на бумаге возникал образ, воссозданный с помощью небольшой и не слишком хитрой камеры. Эта магия теперь числится по ведомству антиквариата. Тем не менее не самая вредная, хотя и странноватая привычка подсказала мне, как писать эту книгу, не повторяя то, что многие уже сделали или делают не хуже меня. Не то чтобы я искал повод опубликовать собственные фотографии средневековых памятников. Важнее другое. Я хотел бы попробовать вместе с вами, слушатель, посмотреть на средневековый мир с разных планов. Через рыбий глаз, через стандартный 50-мм штатник, через длиннофокусник и, наконец, в режиме макро. Именно смена фоторежимов, как мне кажется, даст нам с вами возможность рассмотреть наших далеких предков с должной степенью четкости. Иногда нам потребуется глубина резкости, для этого мы закроем диафрагму. Иногда, напротив, чтобы выделить индивидуальные портретные черты, задний план придется размыть. Иной раз линия горизонта окажется важнее, чем травинки и листья на деревьях. Слушателю следует приготовиться к частой, иногда неожиданной смене фокусного расстояния. Это касается не только предметов, попавших в объектив. В конце концов, эта книга не по истории искусства. Речь о людях, понятиях, событиях, преступлениях и наказаниях, даже о тенденциях и закономерностях, которые я по складу характера, может быть, недолюбливую, но как историк не имею права игнорировать. Средневековый Запад говорил на нескольких языках, поэтому мне показалось важным нередко останавливаться на средневековых словах, вдумываясь в их смысл, в его историческое развитие. Ведь если мы любим называть вещи своими именами, то тем самым мы формируем и самих себя, свою систему ценностей, правила поведения. Но мы также знаем, что наши собственные дети в те же слова вкладывают уже какое-то свое значение, а к любимым нами вещам относятся по-своему. И вот, задумавшись над подобными банальностями, вдруг понимаешь, что средневековая французская амур вовсе не обязательно любовь, а амити не совсем то же, что наша дружба. Средневековье – оно другое, и его инаковость нужно понимать не как повод посмеяться, поплакать или вскинуть бровь, а как приглашение к диалогу, как школу терпимости. И последнее. Я написал эту книгу для всех, кому мир, в котором я живу последние 25 лет, по каким-то причинам интересен. Но я думал в первую очередь о тех, кто учится в моей магистратуре, выбрав не самую легкую профессию. Мои младомедиевисты научили меня многому, даже если сами о том не подозревают. Я также благодарен моим товарищам по цеху, сотрудникам лаборатории медиевистических исследований Высшей школы экономики, коллегам с факультета гуманитарных наук, с которыми я преподаю, и без которых, конечно, никакой магистратуры по медиевистике бы не было. Наконец, мне хотелось бы сказать спасибо Веронике, Ане и Оксане, взявшим на себя труд прочесть эту книгу, до того, как она, благодаря им, приняла божеский вид. Олег Воскобойников. Октябрь 2019 года. Приобрести полную версию данной книги вы сможете, перейдя по ссылке в описании под видео. Субтитры создавал DimaTorzok